здравствуйте здравствуйте дорогие друзья бритьё бритьё недавно вышел короткий рассказ и там парня уже под видео там ты чё уже там наждачка давай вот даду году у ребят сегодня много дофига необычного я буду рассказал сегодня уровень тех предметов которые будут брить и выше среднего то есть сегодня вот такой полупраздник праздник лично для меня что это давайте дуйте на крупный план смотрите все там я пока тут займусь подготовкой плюс я еще хотел бы с точностью до миллиграмма взвесить а сколько собственно будет хомячить воды то вот этот красавец потому что как-то в одном из видео я заикнулся что визуально это похоже на то что даже похмелиться можно ребят сказать да ну ты чё не то врать и я доверяюсь и приготовил и стакан всего давайте на крупный план пойдем сейчас все делаем все давайте станок адвен жагер но не простой а с 3d гравировкой приходит вот такой вот коробочки внутренности все как у обычных танков за исключением того что приходит с ним наборе вот такая вот аннотация где компания эдвин жагер представляет свою продукцию практически наверно во всем спектре и бонусом идет конечно же еще вот такая пачка лезвий физер черная интересно раз черное значит должно быть 10 штук черные 5 штук странно я думал черно это 10 штук желтые 5 штук ладно разберемся сам станок трех составной вот та самая ручка 3d гравировкой полукруглая сфера накануне на торце по ощущениям ручка или легкого сплава или пустотела вес танка 68 грамм вес танка 67 68 грамм как-то это варьируется всего смотрите там погранище как вы это ведет вес ручки отдельно 37 грамм станок эдвин жагер 3 составной ручка той самой 3d гравировкой посмотрите как она смотрится с торца ручки полу сфера здесь вот такая круглая бабушка с надписью эдвин жагер 3d гравировка сама по себе красивая руку не режет есть такое ощущение что снаружи завальцовка такая идет нет ощущения остроты здесь опять же полукружие это же написано эдвин жагер все аккуратненько сужается и резьба вот она внутри вся голова в целом смотрится так нижняя плита верхняя плита давайте по порядку с левой стороны мюллер 89 с правой стороны эдвин джаггер ручки по геометрической форме есть неопределённое сходство у эдвин джаггер она наверно где-то миллиметра на 3-4 то подлиннее будет но не более сами посмотрите по весу это чуть-чуть тяжелее чуть-чуть нижние плиты внутренняя часть наружная часть верхние плиты наружная внутренняя сходство очевидно за исключением что на внутренней стороне р-89 стоит от циферка 2 у эдвин джаггера этого нет и я бы еще сказал что у него полностью все хромом покрыто а здесь вот по серединке вероятно покрыто но не блестит спасибо большое момент за то что прислала этот станок плюс ко всему она еще прислала и лезвия дерби премиум вот такой черной пачки очень сильно мне хочется их попробовать так как я уже р-89 знаю а я не думаю что эдвин джаггер отличается от р-89 почему объясню потом посмотрите какая внутренняя пачка и как лезвия выглядит поэтому пожалуй я их спокойно поставлю на этот станок и сегодня будем бриться именно с этими лезвиями для чистоты эксперимента пожалуй заряжу еще и р-89 сейчас у нас есть возможность для тех кто не в теме сравнить геометрию двух станков хотя бы визуально насколько я знаю предысторию если ошибаюсь на такие поправьте эдвин джаггер выпускает английская компания выпускает свои станки по лицензии от немцев с правом переработки внешности то есть ручки они другие ставят и что-то там еще какие-то косметические изменения вносят но не более того все остальное это 89 милле со станком разобрались кто-то его спрашивал хочу на крупном плане сразу же ответить ребята вопрос был такой подойдет ли на сорок первую голову голову ручки от мюлле ребят мы почему не подойдет и от эдвин джаггера точно также подойдет потому что это одно и то же сделано все по одним стандартам от эдвин джаггера даже накручивать не буду потому что там та же самая резьба вполне себе нормально все подходит мыло сегодня будет старой доброй компании old original персиан мозг который прислал мне мой подписчик егор шведов город москва давным давно это уже случилось наверно уже месяц прошел все никак не мог его как-то знаете втюкнуть сегодня уже плюнул думаю да ну нафиг без очереди поставлю да и все так что ребят сегодня будет мыло от моего подписчика баночка выглядит вот так внутренней части есть наклейка необходимая во всех подобных случаях здесь написано кто где когда из чего почем и сколько банка вот на такой резьбе откручивается очень удобно запах запах мыльные ребята это не такой мягкий крем как вот вторая баночка которая пришла он чуть-чуть потверже но несмотря на это он все равно мягенький как в работе мы с вами посмотрим возможно это не лучший вариант для сегодня потому что сегодня думаю будем использовать скатал потому что это английская английский для скатал они предназначены но тем не менее вот хочется показать это мыло давайте посмотрим в том числе и как она будет работать и со скаталом а помазок помазок сегодня мой любимчик вот это вот красотулина от мужского материка ребят сегодня отличные станки сегодня отличное мыло сегодня скатал прекрасные авто шеевы но я просто подумал что и кстати лезвие тоже новенькая вкусненькая я просто подумал что на этом празднике природы не хватает только вот такого маленького короля поэтому вот он сегодня и будет за это время он уже маленечко сколько неделю то простоял отстоялся уже стасковался по работе чуть-чуть он пушится и попусти меня уже чем помахать но вот сегодня и помашет скатал который сегодня будет это катала дмитрия олеференко наружный диаметр по краю 13 миллиметров если брать полностью весь диаметр он где-то на 14 половиной выходит внутренний диаметр 10 и 7 глубина 66 половиной башки не хватает загнуть сейчас точно вам не скажу что он из себя представляет да собственно вы эту модель то дмитрия знаете то есть горловина через которую мы с вами наливаем воду и которая будет греть наш скатал внутренний резервуар с радиальными продольными насечками но здесь только радиальные продольных нет где специальная державка по на которую вы спокойно сможете ставить свой помазок случае необходимости плюс здесь же на ручке еще есть вот такой уступ если у вас не дай бог рука будет скользкая чтобы вы могли вот так вот как-то держать помогать себе удержание этой чаши ручка достаточно большая вместительная чтобы даже ну средняя рука как у меня могла спокойно удерживать этот скатал внутренней части почему этот катал оказался у меня и почему он пойдет на обзор на обзор он пойдет то что я обещал а у меня он оказался потому что дмитрий его не пустил продажу вот по этой вот причине ребят видите вот по наружке он сказал вадим что-то у меня там не пошло продавать не буду хочешь вот на забирай ну мне-то и куда ребят солить что ли так что вот я вам и отдам сам лично вот да вот положа руку на сердце честно я бы вот это браком вообще не считал потому что когда это увидел я же загорелся думаю ю перный театр такого же где-то еще найдешь ладно хорошо смотрите вот в этом месте вот она эмаль побежала да и хай с ним я когда держу мне даже удобнее потому что я уже не только рукой но я уже и тактильно могу удерживать эту чашу тут меньше скользит удобно как найти прямо такая рифленая ручка в кайф а здесь здесь я вас принял это как специальный узор для красоты потому что захочешь так не сделаешь да я даже не говорю о том что ни у кого такого скатла не будет я говорю о том что то что вот это я вижу мне нравится красиво поэтому я совершенно дмитрием не согласен ну и согласен конечно же тоже согласен потому что это его право не согласен что он не удался точно как по мне так великолепный скатал посмотрим как он сегодня будет работать тем более что даже такой скатал этого орла не напугает авто шеевый с авто шеевыми ребят сегодня засада сегодня очень хочется показать две вещи и обе эти вещи от момент give and care первое из них это табула раса такой знаете бальзамчик после бритя немецкая компания очень и очень и очень знаете прям жим жим как хочется вам его показать если бы если бы не было вот еще одной красоты сейчас я вам продемонстрирую представлю вам ее внимание посмотрите какая коробочка оформление конечно ну великолепно просто замор тщательно beautiful до парня если бы не было как оба мочи объем к мочи объем к или как это правильно ну переведите ребят а как оба я не на насколько это крутая фирма но я обожаю ее запахи вот так они мне заходят а этот необычный он на основе белого мха плюс еще алоэ вера и тут много чего замучена заболе за бубенина поэтому вот 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 очень хочу то было раша вам показать но давайте ее оставим на следующий раз а сегодня пойдет а к капа так чтобы далеко не ходить ну смотрите все не капает это это участок она закапала потому что я заговорил что-то вот сейчас я считаю вправе себя стряхнуть все в этот у стакан выжимать не буду просто стряхнул мимо сколько пробежала но не суть вот ребят визуально это 42 грамма вот такие брат дела 42 миллилитра воды этот брат себя напитал представляете я сказал 50 ну на 8 миллилитров ошибся есть еще порах пороховницах и ягоды ягодица кому недостаточного моего слова скажите потом все на камеру сделаю и не удивляйтесь если там будет больше 50 меньше вряд ли меньше он не будет так все водоподготовка скатал скатал у нас сегодня с вами вот такой это суда как бы так бы чтобы ну давайте вначале отпарим нашу шкурку хорошо ребят еще на заре своего вхождения во влажное бритье я не сразу допер до истины что р-89 мюли один джагер это одного поля ягоды потом дошло потом дошло но не сразу не сразу поэтому наверное и вот этим я бы наверно объяснил сегодняшнее видео по большому счету сегодня бриться двумя одинаковыми станками но старичкам то наверно будет неинтересно а вот молодежи кто только-только входит и кто еще загорается и бенджагер да да ребят но с моей колокольной это тот же самый р-89 косметически несколько видоизменен все остальное то же самое решит мы с вами нанесли так еще раз намочу помогло еще раз там все стричу на этот раз агрессивнее не так как на кружку вот 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 тут чувствую что 8 грамм я там не до 3 смог до 300 было бы 50 загружаем помазок и пойдем в чашу я не смотрел на лейбли я картинку только увидел я сразу понял англия ну ребят я всегда вот этот оригинал вот 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 это я воспринимал как английский если ошибаюсь пишите в комментариях но для меня это англия потому что каждый раз когда залазил на магазины англичан вот там я очень часто это все видел это я все к чему не самый верный выбор вот сегодня идти в этот самый чаще я делаю увидели охренеть заговорился на сегодня эти скатал но во-первых сколько мы уже можно лежать она и так уже в очереди сколько других пропускала во вторых еще две вещи кто-то игроков вадим чаши давно не было ну да не было вот надо штатус по восстанавливать это первое второе я бы хотел показать те предметы которые пойдут в обзор виноват которые пойдут в лотерею чтобы люди когда принимали участие они уже примерно представлю смотри вот это мой скатал я его знаю там вот я его хочу а я его и получил он уже знает что к нему идет все ясно и понятно ребят недолго мы возюкали смотрите вот как мы его загрузили так вот бодренько и идем в нашу чашку скатал здесь есть плюсы и минусы плюсы вот лично для меня внутрянка белая и какой к белой сбивать плохо для вас я с трудом могу это все показать ну сейчас буду как-то изгаляться что-то там как-то делать давай тыщу только вот из этого мало защитные очки или лекарство такое ощущение что пена когда сюда ребят я не знаю вам видно не видно вот тут беспредел который внутри творится это вообще вот помазок внутри вот как-то сученька вот так вот на раскоряку и все внутреннее вот пространство которое есть в этом скат ли вот так вот не надкушу так не съем так надкушу вот все забил он работает во всю чашу просто сидеть ну я знал что он на лице хорош но если он сейчас еще окажется еще и в чаши моя мама я залетчика пойду офигеть ребята просто офигеть бомбезно офигительно это вот вы видите там чего-нибудь я только пену самого помазка не видно нифига летчик высоко вылетает это мама я хочу чтобы руку отпустите помазок сантры интерьер и ты ты парни вот я каждый раз когда такую фигню вижу я радость реально радует потому что отчет тут не радоваться то вы посмотрите это офигеть егор огромное тебе рахмат мерсива киже краба за то что познакомилась этим и вам дал пацанам возможность показать но материку были я раньше то офигевший был от этого помазка после вот этого что я сейчас увидел я вообще в нем просто влюбленный просто ну за чаши дмитрия говорить ничего не буду ребят тут уже не надо возюкать потому что ну тут взвод солдат можно побрить и наверно еще еще придет народ скажет а вас там пенка осталось осталось ребята осталось заходите все начинаем бриться так смоленечко смочим ребят вот как только я этот помазок получил знать какой соблаз был сразу же его нахарик пустить я держал себя держал по-моему три или четыре раза я им скала шматил пену так что мама не горюй калаш мать он не скат ли колос матем марсе там обыкновенной чаши такого вот как сейчас не было там было все скромненько то гнать вот по сравнению с тем что сейчас там на это по стеночке ты ты ну я пройду вы тут не обращайте внимание что-то вот такое промывал каждый раз и давал высохнуть ребята уже после второго раза после 3 а после 4 встал ночью не ждали ух как вот свою веру как павлин отпустил вот что он сейчас дарит я просто тихо офигеваю его объем заполняется той пеной который он генерирует и в данном случае это пена работает вместе с волосками вот этого помазка по принципу бетона волоски это арматура пена это бетон и когда ты работаешь вот обычный бетон это бетон таки что я вам объясняю за бетон найти сами все а здесь это пена резина такой мягенький такой и ты в нем на покупаешься болото вы по болоту идете а потом на ровное вышли вас вот так кидает вот то же самое здесь такого как батут вот что-то вот такой вот просто фигеть ребят вы извините что это не вот только дифирамбов по юну просто реально после такого помазка ну чё-то как-то вот вот на другой ты не тянет если так правда видно не видно вот он не дает ближе прижать я его к щеке он это что ты борзеешь ты чё офигел смотри чё тут он прям пункт как мяч футбольный меня отталкивает вот так вот этим он работает он не работает с самим ворсом он не работает как тот же самого зенит допустим 506 маньчжуриц тот фигачит ворсом полный рост он вам так такой тут зубы дробеж устроит он это все делает ворсом за счет упругости своего узла и также работает по-другому насколько я знаю его не садят так глубоко в ручку как это делают другие компании его садят несколько меньше но это не значит что хуже потому что сумма нам тоже все в порядке там все залито завязано плюс то что не глубокая посадка у него есть возможность вот так вот раскрыться он этим и пользуется было обжидкая набивка но не было бы этого всего ничего ну не было бы был бы вот такой ну учет это а вот тут вот я считаю вот больше уже нафиг не надо меньше он потеряет то что имеет сейчас и станет обычным обыкновенным барсуковским помазком каких он ту его куча а больше больше я боюсь как бы он зенит 506 не превратился вот здесь угадали золотую середину возможно поэтому и раньше не сталкивался с такими помазками возможно поэтому вот этот эффект который я сейчас поймал я дню просто фанатею и просто балдею это это покоряет так все завязано у нас сегодня вообще другому за не соскучился за него полторы недели не брился так вот как ляточка мама я дома ну так посмотрите на это мой лошад вы думаете моего скат вам напугали а а сейчас зацените хлопцы пол чаши реально вся чаша забита а сколько еще в помазке так что то есть это такой на кураже а шума одной рукой будем я же тут тихушку тренирует беру ша веточку и так моторику то нарабатываю без лезвия без нифига скоро удивлять вас буду и это слух сказал были все секреты по выдавал двумя станками одновременно шутка ребят не ну можно конечно по приколу но мне не ребят вранье 3d чтобы ручка не скользила то 7 5 10 вот здесь она более цепка чем здесь помните я на крупном плане говорю что как будто верхушки завальцованы вот вот это бы не делали лучше бы этого не делали сейчас по факту что чуть-чуть не не критично нормально но подскальзывает подсказывает если не дай боже у вас руки будут в пене такое легкое дежавю сейчас в который раз я уже бреюсь вот этим станком вот этим станком этим станком сейчас вот с умным видом нужно говорить что эдвин жагер да ты шут это как какой станок ребят но это восемьдесят девятых голова тут даже вот восемьдесят девятый сейчас ту сторону пускать смысла никакого нет это реально восемьдесят девятых голова самое обыкновенное косметически несколько доработано причем геометрию не трогали а трогали только ручки все все больше ничего ну давайте еще раз себя проверю вдруг я забыл случилось что такое забыл как бреет восемьдесят девятый нихрена себе ребятам более агрессивный восемьдесят девятый чем этот реально лезвие одинаково лишь понимаю чего говорю так не поняла не они они пускают чисто эксперимент будет если ты этот мягче реально мягче нифига себе так слушай а может что-то это самое меня колпаком на крыло лезвие разные поставил да нет хлопцы ну не может же быть такое чтобы в одной пачке было два разных лезвия так-то разобраться да не как интересно очень интересно век живи век учись ребят боли а как такое возможно парни кто в курсе кто в теме объясните пожалуйста для меня это носит я все время вот эти два станка воспринимал как одинаковые вот то что сейчас произошло это просто нога гром и молния фу и оттуда тык 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 а по нежданчик да вот типа такого чего-то вот реально эдвин джаггер сейчас мягче чем мюлли р 49 на одной и той же голове как такое может быть ой на одну на них и на одних и тех же лезвиях не понимаю не ну факт-факт этот реально мягче я вам больше скажу это мягкость мне больше нравится потому что вот здесь я бы сказал или сильно агрессивный станок или туповатое лезвие то есть найдет не поддирает но как-то ну взяли консерву да вскрыли там вот эти зубцы торчат и вот этими зубцами по земле так вот такие какие-то ощущения этого с этим лезвием на 89 а здесь лялечка и лялечка бри не но еще не вечер давайте до конца повремясь разбудите меня через полчаса он как подушку парня и вырубался бы и поспал бы короче вот парни я знаю что некоторые из вас уже купили такой помогут отпишите будь ласка вот скажите у вас тоже самое или меня пыльным мешком накрыло не все это грезится и я тут сижу в как всякую фигню несу и что-то выдумываю вот отпишите он также вам заходит тоже дарит что и дарит мне или просто чё там не мерещится вот интересно интересно хлопцы кто уже взял кто распробовал вот владимир плотников я знаю волоке точно на что-то такой взял если будет возможность напиши пожалуйста ухты это я этим это вообще не должно быть ты здесь и 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 ну зеленая derby на 89 голове не так хорошо заходили нормально было эти кажется не пойму чу карт еще не разобрался сейчас ребят не мог я это вот этим разнести он слишком бархатно чего-то туда 89 зале что ли так ну еще один проходит 2 вот тут чем-то я пронес то хорошо что гнаете прям шипы ребят готов биться на любой заклад вот там на рубль на 100 рублей на 1000 на 5 на мульте 5 помазков дайте мне их в руки или даже не давайте в руки просто коснитесь ими вот так меня этот я узнаю сразу я даже в руки его держать не буду просто так вот коснитесь и сделайте сразу на махом загадать не будет вот это и кстати 506 это его знаю тоже такого помазочка ребята я вам скажу и это тоже узнаю мыло плотное мыло интересное мыло красивое запах свое не растеряла такую найти не барбаршаповская это барбаршап разбавленные ванной комнатой что-то вот такое вот есть запах не ярко выраженный он такой шлейфом не сказал бы что мой любимый нет я люблю такие чтоб как на фестиваль кукарача и полетел там что-то крызи такой чтоб крышу сносила чтобы небо в алмазах а здесь все спокойно и спокойно и такую равновешенную вот так вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Такое ощущение, что молоко, которое только что из-под коровы принесли, вот такая она по теплоте сейчас, потому что он до сих пор не остыл. Он до сих пор... И вот, кстати, то, что я говорил, что удобно будет держать наполовину так. Если рукав мыли, да, пупырышки эти помогают, но больше помогает упор, вот этот вот упор. Ну и, конечно, больше будет помогать... Иди, 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 и так. Вот так уж, мои красавицы. Больше будет помогать, если вы будете уверенным хватом держать. И вот это за корючкой, конечно же, вам поможет очень. Вот эти пупырышки нет, вряд ли. Ну как, они будут способствовать, но опираться на них и надеяться нет. Вот на это можно надеяться. Это вот реально удержит. Но тут пена еще... Еще купаться можно. Пена явно пошла в алибастровую сторону. Я вам что говорил? Я вас что обманывал, что ли? Вот он. Он реально... Вот, вот ему пофигу. Вот он есть такой, какой он есть. Хороший, плохой, что у вас там в голове. Вот он есть, вот и все. Я вот, блин, вот... Ух, ляля. Ну, он по-всякому может тогда... Из кобуры... Нормально? Так, не, ну кобуре бы я его, конечно, не стал так сказать, что говорить. Так, давайте уже последний проход. Ну, вот... Угу. Спасибо. Ну все, все, beautiful. Просто прекрасно. Что же у нас с мылом? А с мылом у нас, вот что, ребят. Ну все, выскребать не буду, там оно еще дофига. Там вот еще дофига, я даже не буду туда лезть. Вода, наверное, где-то в половину-то остыла, хотя я набирал, вначале внутренность прогревал, вон оно там все. Ну, в заключительном слове, сейчас пока не буду, сам помазок. Все, больше ничего нету. Ну, на сколько бритьев, бритья, на сколько раз побриться здесь еще хватит. Смотрите, так висит, так стоит. Нормально. И все на 11 часов, отлично, просто отлично. Ну, ребят, вот мы полностью побрились, а пена вот имеет вот такую вот структуру. Я бы даже сказал, она маленечко чуть-чуть подзагустела, потому что, вот если, допустим, я сейчас снова по прямому назначению использовать, я бы все равно добавлял воды, потому что вот та густота, которую она сейчас набрала, не камильфо. Не то, что там станок быстро забивается, я просто привык, чтобы она чуточку мягче была. Хотя, вполне допускаю, что некоторым вот так бы она тоже понравилась. Так, ну все, я сейчас быстренько тут все приберу и автошейф, автошейф. Ребят, знаете, вот такое ощущение, что что-то я вот не то сделал, вот что-то как-то неправильно. В смысле пара, станок и лезвие. Возможно, я неправильно поженил, потому что такого агрессивного беспредела от R89 я вообще не ожидал, совсем. Я думал, ну ладно, что-то там, ну не так же. А тут прям вот эти вот зубы, как показало, как бензопила с вышибленными зубами, я подофигел. Ведвин Джаггер, да, молодец, справился. Вот с этими лезвиями он себя очень хорошо показал. Но тем не менее, видели, вот пару раз я себе тут рассадил кое-что. Не могу понять, чем. Я больше чем уверен, что с этим станком я мог получить более комфортное прийтие, чем было сегодня. Поэтому по станкам-то, наверное, навряд ли я сегодня что-то буду говорить и по лезвиям в том числе. Не могу понять, где собака порывалась, а хотелось бы разобраться в этом. Поэтому на следующий раз, я думаю, будет та же самая пара, но уже с другими лезвиями. Какими? Давайте вместе подумаем. Я бы, наверное, туда поставил, чтобы уже вообще все ошибки нафиг исключить. Или персону, или физер. Угу. Не, ну так как персоны у меня уже нет, увы и ах. Физер, физер. Тот уже соврать-то не даст, тот сразу скажет, это какашка, это вещь. Поэтому, наверное, вот так было бы правильно. Так, ну ладно, это мы с вами вперед забегаем. Автошейф, акапапа. Акапапа. Акапапа, е-мое. Ох, ребят. Есть вещи, которые, ну, скажем так, не кричащие. Но каждый раз, когда вы на них смотрите, берете в руки, вы понимаете, что это непростые вещи. Что это хорошие вещи. Вот акапапу я отношу к этой категории. Они не самые дорогие, но и не самые дешевые. И вот как-то вот та запаховая нота, которую вот каждый раз я получал, знакомство вот с этими вот вещами, это было всего четыре раза. Два раза это было лосьон после бритья. Один раз это было молочко после бритья. И вот сейчас вот это вот четвертый. Блин, ребят, ну каждый раз праздник был. Что будет сегодня, я не знаю. Но исходя из того, что вот, ну, грешен, прочитал, прочитал. Там белый мох, алоэ, вера, ты че, вам там погладит, смочит водичкой, там увлажнит, успокоит, там гидромассажик. Вот это все, там обещали золотые горы. Что будет, не знаю. Но почему-то жду хорошего. Так что давайте, что тянуть. Крышка обыкновенная, выливалка, блин, ну негуманная совершенно. Прощелкайте, вот он все зальет. Поэтому надо как-то аккуратненько. Опа. Америка и Европа. Ох ты! Японский городовой. Алкогольный, ребята. Тут, по-моему, 215% алкоголя. Как хорошо-то, а. Валя-ля-ля. Ребята, запах от бутылки, все это фигня на постном масле. Вы думаете, я его не нюхал? Нюхал, нюхал, нюхал. Как только пришел, я его распаковал, понюхал сразу. Больше вам скажу. Я собрал вот эти все бутылочки, пошел, говорю, солнышко, давай сейчас распаковывать будем. Вместе взяли все бутылочки и понюхали. Лариска тоже сказала, я говорю, ну и что? Она говорит, ну что, нормально, так просто. И теперь я понимаю, почему запах из бутылки никакого отношения не имеет к тому, что я сейчас чувствую на своих ладонях и то, что у меня вот здесь вот вокруг. Метаморфоза. Такое ощущение, что вы что-то выпустили из бутылки, и оно, ух, крылья расправилось, стало совсем другое. Вот здесь вот что-то упакованное, вот такой вот мини-гадеж, который вы выпустили из бутылки, он бум, вот таким вот становится. Ой, запах какой интересный. Да, пахнет белым мхом с левой стороны Рейна. 1964 года урожай. Как сейчас помню. Ребят, да не пахнет мхом. Алоэ вера. Ну вот не проситал бы и фиг бы угадал. Не знаю, здесь оно, ух, я знаю, как пахнет алой. У меня, думаю, все подоконники этим алоэм благодаря маме все заставлены. Я вам больше скажу, она свои настойки ставит. Раз в год собирается урожай, заливается все водкой. Что она потом с этим делает, я не знаю. Но факт остается фактом. Как пахнет алой, я знаю. Здесь это я не чувствую. Но здесь полно других запахов, ребята. И запахи бомбические. Я не могу их классифицировать. Я их не могу занести или в природные запахи, или в синтетические. Или какие-то, ну, в повседневной жизни, само собой, вы таких не встретите. Вы знаете, как будто солнечные зайчики шныряют. И вот тут раз, вот зайчик орхидеи какой-то проскочил. А хлоп тут зайчик подсолнуха. А там вот зайчик скошенной травы. Что-то вот тут зайчик прерий каких-то. Этим запахом хочется дышать. Пленка еле ощутима. Ее уже практически не осталось. В отличие от пены на футболке. Отлично, отлично. Буду рендерить. Попрошу Лариску, она скажет, что она чувствует. Напишу в видео обязательно. Но этот запах просто бомбический. Он не вырви глаз. Я думаю, что он не будет выходить за вашу интимную сферу. То есть, дальше, чем 30, 40, 50 сантиметров, навряд ли он будет бить. Он ярко выраженный, но не кричащий. Он неспокойный. И в то же самое время незаметным вы его не назовете. Он травяной, цветочный. Вот это все не то, понимаете. Ну, как-то скажем, то же самое аллое. Хай его ножом. А у него мякоть вот так скрывается и сок с него бежит. Вот что ты скажешь? Пахнет? А как пахнет? Вот такое ощущение, что вот какого-то чувака взяли, в какую-то вот степь пустили. Там, где вот полно цветов. Он идет косой, херачит. А следом за ним человека пустили. Скажите, ну-ка, брат, скажи, чем пахнет? Да он, кроме как про скошенную траву, не скажет больше ничего. Но это же не так. Потому что там запахов будет. Мама, не горюй. Где-то он по траве прошел, где-то он там кому-то... Зайцы, члены херачил. Нет, это не то. Всякие бреды. О, это я ее нанюхался, что ли? Так вот ты какая! Ака-капа. Шучу. Ребят, классный запах. Реально классный. Если так нюхать, алкоголем даже пахнет немного, я бы вам сказал. Мне не нравится этот запах. Я никогда не любил, когда пахнет волкой, водкой или алкоголем. А вот то, что вот здесь происходит, это совсем другое. Спасибо огромное, Мамэн, компанию Giffencare, за то, что дали возможность вас познакомить с этой штукой. Штука явно зачетная. Пускай не дешевая, но штука просто бомбическая. У них есть еще одна линейка. Вот эта вот с белым хом, а там еще какая-то была. Я вот ту бы тоже хотел попробовать. Но он мне сказал, ой, блин, нету в натуре. Давай мы тебе вот эту пришлем. Ну, давай, что? Вот эту и прислали. Ака-капа, ребята, вещь. Вот в моем понимании, мне она очень нравится. Вот это уже какой-то четвертый продукт, и все четыре продукта мне зашли. Ну, блин, ну, более чем достаточно для того, чтобы сказать, что фирма-то неплохая. Но не дешевая, не дешевая. Поэтому тут такое дело. Это чуть-чуть выше, чем обычно по цене. Так, ладно, с этим все по станкам. По станкам, ребята, я бы взял тайм-аут до следующего бритья. Следующее бритье мы ставим их вместе с вами с физером. Была бы персона, поставила бы с персоной. И пробуем загнать еще раз. Пока, предварительно, я не могу сказать, что мне сегодня картину испортило. То ли вот это вот лезвие, то ли... Ну, за лезвие я тоже сейчас не готов сказать, потому что я не ожидал того, что сегодня произойдет. Я не ожидал, что Р-89 вот себя так вот поведет по-скотски. То есть, он, знаете, вот сегодня был рассерженная Мегера, которая кости выпустила. Вот представьте себе, кота наступит, кошку, лучше кошку. Наступили ей на хвост, она мяу, потом ее хватает и кидает. Она по пути, пока летела. Ей же сориентироваться нужно, чтобы правильно сесть. И тут вы, если себя красивы, выходите, вот она за вас всем, что у нее есть, и цепляется. Вот примерно сегодня вот так вот Р-89-то себя и показал. Не ожидал, не ожидал. Поэтому ждем до следующего раза, пробуем с физерами и выносим решение. Предварительно могу сказать, что станок понравился. И удивил, то, что он сегодня мягче, чем Р-89-я голова, реально удивил. Просто интересно. Это не Р-89-1 в 1, нет. Отличия есть. Какие? Будем разбираться. Будем разбираться. Old Original. Егор, огромное тебе спасибо за то, что дал возможность посмотреть на эту штуку, показать пацанам. Ну, Англия она и есть, Англия. Ну, что вы хотите? Ты возьми, просто открой коробку, покажи ему воду, покажи помазок. И пена отсюда будет просто вот так вот фигачить, фигачить, фигачить. Вот он сегодня, собственно, вот это все и показал. Да, помазок был неординарный, отличный. Но я думаю, что и с другим помазком результаты были бы ничуть не хуже. Потому что мыло, мыло интересно. Что касается скольжения, 5. Что касается пенообразования, 5. Стойкость пены, 5. Долгожительство пены, да тут грех говорить, потому что до конца все дожило. Вот по всем этим позициям 5. Не поставил бы пятерку, пожалуй, только по шкале запах. Не в том смысле, что он плохой. В том смысле, что он просто немой. Поэтому эта оценка такая, знаете, имховая. Наполовину правомощная, наполовину неправомощная. Потому что полно народу, которые могут прийти и скажут, Вадим, ты что, запах-то классный. Я с ними даже спорить не буду, потому что он классный для них, но не для меня. Совсем недавно, в прошлом видео, один из вас вышел и сказал, Вадим, чего у тебя все 5 до 5, 5 до 5. Давай по 10-ти бальной шкале. Вот 5, ладно, хорошо, 5. А вот все, что свыше, там тебя что-то цепляет, вот там где-то ты можешь еще балл добавить, еще балл добавить. И таким образом у этих продуктов, которые ты обозреваешь, обозреваешь, у кого-то, возможно, будет 6, 7, 8, 9, а возможно и 10 еще будет. Так, говорит, легче ориентироваться. Я согласен, согласен. Давайте так и сделаем. Этому мылу я добавил бы оценку за пенообразование, за пену и за стойкость пены. Не 3 единицы, а всего 1 единицу за это все. Потому что пена монументальная, ребята. Просто реально монументальная. Шестерка. Шестерка вот у этого мыла. 6,5. 6,5 запах. Пусть не мой, но хороший, ребята. Но хороший. Я сейчас только коробку открыл, мне мыло. Ты что, сука, за запах? Эй, ты пальцем вглазиваешь. Все, 6,5, 6,5. Нет, хороший, хороший, ребята, хороший запах. Вообще здорово. Со станками мы обсудили. Что касается автошейва. Автошейв, ребят, пленки нет. Алкогольный. Кожа успокаивает. Все убрал. Продрал так, что прямо аж мурашки. И вот так вот с ногой тряхни, тут все мурашками засыпешь. Отличная, хорошая штука. Насколько зашел? Зашел. Вы знаете, вот на обычную пятерку. Вот могу сказать 5. По запаху, по запаху мое, но не до мурашек. Нет. Вот по запаху, вы знаете, я бы, наверное, вот в общем и целом, вот этому автошейву поставил бы... Просто 5. Просто 5. Дополнительных оценок бы никаких не добавлял. Глупо добавлять оценку за оформление, за кошерный вид и за статус. Ну, я думаю, что это не в моих полномочиях. Это люди сами должны делать от себя так, как... Ну да, красивый, да, хорошо оформленный. Но так, чтобы за это еще оценку лепить, я думаю, что это было бы неверно. В общем и целом, я считаю, что это хороший, годный, качественный продукт. Сто пудово найдет своего потребителя. И сто пудово он его будет радовать. Я очень жалею, что не получилось вот с тем, с темным наименованием попробовать. Потому что он меня аж прям до глубины души протрал. Но зато познакомился с белым мохом. Помните, как в песне? Белым мохом, белым мохом. Или что там? Ну, не суть. Короче, неплохой автошейф, но дополнительная оценка я бы, пожалуй, не поставил. Скатл. Да, Дмитрий его забраковал. Да, внешний вид с его точки зрения, это не совсем то, что он хотел бы видеть. Но, на мой взгляд, скатл бомбезный. Бомбезный полностью со своими задачами справляется. Воду греет, пену генерирует, в руке держать удобно. Не чирикает, не выскакивает. Держится прям заморчательно подставка под помадок. Есть, а что еще надо-то? Все, все при нем. Я думаю, что он настолько хорош, что когда буду делать розыгрыш, я, наверное, к нему и добавлять даже ничего не буду. Нет, если что-то останется, конечно, положу. Не вопрос. Как раз тут удобно лежать будет, такая выемочка. Но, по сути, вот это сам в себе. То есть, вот он и есть. Здрасте. Я пришел. О, это он. Поэтому скатал мне очень понравился прям. И вот эта вот белая потрошка, это для тебя, для тебя, для меня, для нас. Вот сам себе так фигачишь. Ой, блин. На камеру, да, плохо. Плохо показывать, не видно. Что-то темненькое надо. Мне темное нравится меньше. Я больше балдею от светлого. Но мне же вам тоже нужно показать. Поэтому вот тут такое вот. Но вот за все, тут все вместе 5 я бы поставил спокойно. За помазок, за помазок говорить ничего не буду. Все, что мог, уже сказал. Если вот так вот в рамках сегодняшнего обзора просто какую-то черту подвести, то, наверное, знаете, я бы сделал следующее. Ни для кого из вас не секрет, что есть вещи, которые экономят не только наше время, но и наши деньги. А, не, 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 вот еще забыл. Вот, 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 вот еще вот это надо. Да, да, да. Да, ешкин кот, руков не хватает. Ядрит, мадрит. Так, вот так вот. Вот так было бы верно. Ребят, есть, есть такие вещи, которые экономят не только наши деньги, но и наше время. Тут бегаешь, а вот как это, а как то, а как это, а как то, а вот это, а если это, то вот как это, а если то, то как вот-вот то. Ребят, ну, вот я считаю, вот с высоты сегодняшнего опыта, вот такие вот эти вот вещи, вот, это просто бы сэкономили и ваше время, и ваши деньги. Ну, это я чувствую, вот этим вот местом, понимаете. Я могу сказать об этом, но это не значит, что вы меня услышите. Потому что выйдет один, второй, третий, скажет, да, ну, да, это не так, да, нет. Не, ну, да, 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 но это стоит. И вот эта вся байда пойдет, пойдет, пойдет. И только годы пройдут. Тот, кто это говорит, прокатит все через свое сердце, через свою шкуру, через свою щетину. А потом вспомнит этот разговор. Слушай, блин, а вот столько лет назад, Вадим говорил, ведь он уже был прав. Но я это стал понимать после того, как сам это понял. Потому что мне о таких вещах говорили еще 4 года назад. И я был на том месте, кто завтра скажет, глядя на это видео, да нет, это что, это дорого, татам, татам. Ну, вот, видите, я передумал. Да не ссети, пацаны, через 3-4 года и вы передумаете. Сами к этому придете, так что, что. Кстати, спрашивали за синтетику. Вы можете отдать 100, 200, 300 евро за плиссом. Отдайте, отдайте, вы хотите. Это же дорогие, дорогие они же престижные. А престижные, но они говном-то не могут быть. Возьмите, возьмите, успокойте себя, возьмите. Я себя уже успокоил. Дал мне помазок за 530 долларов. А, нет, евро, 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 евро. Я им побрился, а вы нет. Возьмите. Я уже набрился плиссоном. Я точно знаю про плиссом. Видимо, вы еще не знаете. Так что берите, не парьтесь. Я за синтетику все уже решил. Что решите вы, ну, знаете только вы. Все, ребят, давайте. Добра, счастья, радости. А я бухать пошел. У меня там уже шашлык ждет. Ну и встретимся на следующей неделе. До новых встреч. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok